Гидролизом называют реакцию ионного обмена между веществом и водой, в результате которой происходит разложение вещества и изменяется реакция среды. Примером может служить известная вам реакция гидролиза сложных эфиров. Реакция гидролиза обратима. Чтобы сместить равновесие в сторону прямой реакции, необходимо, чтобы один из продуктов реакции расходовался в какой-то другой реакции. Например, если проводить гидролиз в присутствии щелочи, кислота превратится в соль, которая в обратной реакции участвовать не может. Реакция щелочного гидролиза жиров используется при производстве мыла. В результате кислотного гидролиза полисахаридов из крахмала и целлюлозы можно получить глюкозу. При нагревании белков в кислой или щелочной среде происходит гидролиз. Макромолекулы белков сначала распадаются на отдельные полипептиды, которые, в свою очередь, распадаются на крупные, а затем и на мелкие пептиды. В конечном результате продуктом гидролиза белков являются аминокислоты. В живых организмах гидролиз белков происходит под действием ферментов. Благодаря этой реакции организм получает строительный материал для синтеза новых белков. Гидролиз широко распространен и среди неорганических соединений. В реакцию гидролиза вступают растворимые в воде соли, образованные хотя бы одним слабым электролитом. Одним из продуктов реакции будет малодиссоциирующее соединение, при этом изменится pH среды. Соль – это продукт взаимодействия основания и кислоты. Катион металла достается в наследство от основания, а кислотный остаток – от кислоты. Все соли можно разделить в зависимости от силы, образующих их электролитов, на четыре группы. Соль образована сильным основанием и слабой кислотой. Соль образована слабым основанием и сильной кислотой. Соль образована слабым основанием и слабой кислотой. Соль образована сильным основанием и сильной кислотой. Рассмотрим гидролиз солей первого типа на примере гидролиза карбоната натрия. В растворе соль полностью распадается на ионы. Молекулы воды представляют собой диполи, состоящие из положительного заряженного иона водорода и отрицательно заряженной гидроксильной группы. Гидроксид натрия – сильный электролит, поэтому ион натрия взаимодействовать с молекулами воды не будет. Угольная кислота – слабый электролит, поэтому карбонаты иона будут взаимодействовать с полярными молекулами воды с образованием слабого электролита – гидрокарбонаты иона. Среда при этом становится щелочной. Если записать уравнение гидролиза карбоната натрия в молекулярном виде, то видно, что продуктами реакции будут гидрокарбонат натрия и гидроксид натрия. Гидролиз солей второго типа рассмотрим на примере хлорида железа – 3. В растворе соль полностью диссоциирует на ионы. Ион хлора с молекулами воды не взаимодействует, так как соляная кислота – сильный электролит. Ионы железа будут взаимодействовать с молекулами воды, так как гидроксид железа – 3 – слабый электролит. В результате образуется слабый гидроксокатион железа – 3 и кислая среда. Продуктами реакции в молекулярном виде будут гидроксохлорид железа – 3 и соляная кислота. Если соль образована слабым основанием и слабой кислотой, то гидролизу подвергаются как катион, так и анион. Реакция среды при этом будет близка к нейтральной. Например, ацетат меди в воде диссоциирует на ион меди и ацетат ионы. Оба типа ионов взаимодействуют с молекулами воды, при этом образуется слабый электролит, гидроксокатион меди и слабая уксусная кислота. Продуктами реакции в молекулярном виде будут гидроксоацетат меди и уксусная кислота. Если соль образована сильным основанием и сильной кислотой, то такая соль в реакцию гидролиза не вступает, так как в ней не может образоваться слабый электролит. Реакция среды остается нейтральной. Все рассмотренные выше реакции гидролиза являются обратимыми. Смещение химического равновесия в них происходит согласно принципу Лешетелье. Так добавление кислоты в раствор соли меди препятствует протеканию гидролиза, а добавление щелочи усиливает гидролиз. Существуют соли, из которых нельзя приготовить раствор. Они полностью разлагаются водой на образующую их кислоту и основание. В этом случае говорят, что идет полный гидролиз. Полному гидролизу подвергаются соли, образованные слабым, нерастворимым или нестойким основанием и слабой, неустойчивой или летучей кислотой. Продукт гидролиза в таких реакциях выпадает в осадок или выделяется из раствора в виде газа и принимать участие в обратной реакции не может. Полный гидролиз необратим.